Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших новых объектов, на котором мы будем монтировать фиброцементный сайдинг кедрал. Это у нас, если посмотреть с этой стороны, каркасный дом, небольшой каркасный дом. Здесь мы делаем монтаж фиброцементного сайдинга кедрал и будем делать еще дополнительное контур утепления. Сейчас у нас идет процесс установки обрешетки. Это сухой строганный брусок 50 на 50 с определенным шагом, примерно 60 сантиметров. Крепим мы его на конструкционные саморезы. Стык мы делаем обязательно на стойке, чтобы у нас эта конструкция была такой максимально надежной. Конструкционные саморезы – это уже наш такой стандартный крепеж. Шаг примерно здесь вот в 60. Сколько у нас получилось? 62, да? 62. Вот у нас есть такие вот шаблоны. Давай, Мирзу, покажем. Вот. Такие вот шаблоны, чтобы нам постоянно не замерять. Ребята их ставят и, соответственно, прикручивают обрешетку. Из таких вот нюансов, значит, каркас у нас идет 20 сантиметров, дополнительно, соответственно, еще 50. Еще 5 сантиметров и получается 25 сантиметров, ну или 250 миллиметров. Это хорошо тем, что у нас есть какие-то такие вот сложные места, вот, например, угол или, например, двойные стойки, которые, ну, по-хорошему, здесь должен был проложен быть джут. Джут застройщик не проложил. Соответственно, когда мы делаем дополнительное контур-утепление, мы можем прикрывать вот эти мостики холода. Заказчик также немножко перестраховался и запенил пены, чтобы создать такую максимальную воздухоизоляционную оболочку. Где щели были побольше, туда удалось пену, короче, удалось запенить это место. Где щели поменьше, там уже просто будет перекрываться утеплителем. В принципе, 25 сантиметров для Москвы, Московской области, это хорошая такая толщина. Вот такой вот дом у нас получается. Сейчас мы будем сюда вставлять утеплитель, покажем вам, как это мы будем делать. Здесь вот у нас уже утеплитель подготовлен. Вот эта упаковка у нас утеплителя Урса Тера в одной упаковке 18,3 квадратных метра, то есть 24 плиты. Вот так вот он в упакованном состоянии, вот так вот упаковка у нас развернута. Видите, насколько он становится больше? Ну, как минимум в два раза. Это достигается тем, что утеплитель делается по технологии Шпанфилд, он очень упругий. Соответственно, его можно так вот сильно упаковать, и потом, когда ты разрываешь, он вот так вот устанавливается. Сейчас практически во всех проектах мы используем вот этот утеплитель. Он нам нравится, поэтому, в принципе, смысла его менять нет. Давай этот, как его? Вставим сейчас утеплитель и покажем. Начинаем с края. Вот здесь вот, если обратите внимание, видите, мы так вот делаем как бы Г-образно. Вот если сверху посмотреть, то же самое мы делаем с утеплителем. Все края сразу поправляем. Дальше, когда мы уже смонтируем утеплитель, у нас есть такая вот пленка, называется Тайвик Софт. В принципе, нормальный вариант, именно если мы говорим, что это вентилируемый фасад. Вот, эту пленку нам дал заказчик, потому что она у него была, поэтому мы, собственно говоря, используем ее на фасаде. Вот так вот он выглядит. Видите, у нас, получается, все вот эти вот стропила, да, они сейчас будут перекрываться еще одним слоем утеплителя. То есть максимально такая перехлестная, энергоэффективная конструкция получается. Следующую плиту устанавливаем с левой стороны, чтобы у нас стыки и утеплители не совпадали. Не знаю, насколько это эффективно, но на всякий случай, короче, мы это делаем. Вот, и начинаем то же самое делать здесь. После того, как мы устанавливаем один ряд, второй ряд, у нас, получается, какие-то неровные части, да, которые нам нужно будет обрезать. Сколько у нас тут получился? Метр. Один метр, да. Вот сейчас мы берем вот эту плиту, уже подготовили уровень, и метр сейчас он отметит. Обычным ножом все это дело обрезает и вставляет его, уже этот кусок, в каркас. Чуть-чуть нижнюю кромку тоже поправим здесь вот. Давай для наглядности, как у нас будет сформирован угол, еще сюда вот плиту утеплителя поставим с тобой. Двигай ее ближе сюда. Нет, сюда вот, чтобы у нас, видишь, зазор здесь, чтобы зазора не было. Ага. Все. Вот, вот так вот у нас получается угол. Все, ну и, соответственно, здесь вправо первый ряд, второй ряд, тоже точно так же. Ребята уже утепляют вот эту стену. Процесс утепления у нас идет быстро. Обрешетку выставили правильно. Вот, смотрите, как у нас аккуратно получилось. Здесь вот у нас окно. Сейчас я вам покажу, как мы обходим окно. У нас есть, значит, горизонтальная обрешетка, которая подходит к окну, и такая вот вертикальная. Горизонтальная обрешетка, если вы посмотрите, здесь вот у нас утеплитель заходит на монтажную пену. Вот, он перекрывает монтажную пену. Дальше, когда мы будем делать гидроизоляционную пленку, мы гидроизоляцию будем приклеивать клеем Delta Tan к раме окна, для того, чтобы создать такой воздухоизоляционный контур. То же самое сверху. Они устанавливают такой вот вертикальный брусок. Сюда будет вставать утеплитель, как вот снизу, видите. Вот, и так же перекрывается монтажная пена. Вот, мы таким образом делаем как бы четверти на окнах, четверти, когда утеплитель заходит на раму окна, и проклеиваем ее мембраной для того, чтобы создать такой воздухоизоляционный контур. То есть мы улучшаем, как бы, оконную конструкцию. Вот, везде, где у нас будет окна, мы будем делать именно вот по такому принципу. Дальше, после того, как мы сделали утепление, нам необходимо сделать вот такую вот ветрозащитную пленку. В данном случае это у нас Tavik Soft. Пленка как раз, которая подходит для фасада. Мы ее монтируем вертикально. Особой разницы, монтировать ее горизонтально или вертикально, нету. Главное, чтобы она была, и главное, чтобы были проклеены стыки. В наших стандартах стыки проклеиваются обязательно, потому что задача этой пленки основная, когда уже будет здесь смонтирован фиброцемент с один кедрал, создание воздухоизоляционной такой оболочки, чтобы воздух, который будет ходить по вензазору, чтобы он не попадал в утеплитель. Сейчас вот у нас идет первый слой. И дальше, вот за сегодня, ребята должны утеплить вот эту стену и смонтировать вот эту гидроизоляционную пленку. Пока это смотрится вот так. Давайте я вам покажу, как у нас сделано утепление. Вот эта стена. И если посмотреть с этой стороны. Здесь вот утепление сделано вот таким вот образом. Посмотрите, обратите внимание вот на этот узел. Вот здесь вот у нас... Здесь вот у нас кусок вот этой вот мембраны. Наша задача ее приклеить вот к этой мембране, чтобы вот это вот все было тут полностью закрыто. Здесь вот есть небольшие участки, да, которые они также вставят сюда утеплитель, чтобы вот это место было максимально герметично. То есть мы делаем, что мы создаем... Соединяем, вернее, два контура кровельного фасадного утеплителя. Вот это место полностью у нас такое герметичное получается. Здесь у нас все будет проклеено. Здесь у нас везде идет утеплитель. Вот создаем такую максимально качественную, энергоэффективную конструкцию, чтобы у нас все контуры утепления, они соединялись между собой. В данном случае у нас идет узел соединения кровельного утеплителя с фасадным. Этот же участок у нас с внутренней стороны. Вот так это выглядит. Здесь, когда пойдет кровельный утеплитель, мы его будем соединять вот с этой частью, чтобы у нас контуры утепления были соединены. Вот так у нас выглядит стык. На стыках были небольшие косячки. Снаружи, когда ты делаешь утепление, их не видно. А изнутри, из-за того, что там светло, а тут темно, были небольшие просветы. То есть мы сделали подтяжку утепления. Сейчас это выглядит вот таким вот образом. Вот так вот этот утеплитель смотрится изнутри. Сегодня у нас второй день. Сейчас я приехал на объект. Хочу вам показать, что мы успели сделать за первый день. Первый день у нас сделана полностью закрытая... Первая сторона, которую мы делали утепление, полностью закрыта диффузионной мембраной. Диффузионная мембрана напоминает Айвик Софт. Стыки мы пока не успели проклеить, но это будем делать, когда будем монтировать уже непосредственно обрешетку. Также мы не успели закрыть сверху вот этот участок утеплителя пленкой. Как я вам вчера говорил, мы его обязательно будем проклеивать к стропилам и к пленке, чтобы вот это место у нас было воздухоизоляционным. Здесь вот снизу, если посмотреть, мы пленку заводим на брусок, чтобы это все было место. Стыки мы будем проклеивать, когда будем монтировать обрешетку, чтобы сейчас на это время не тратить, потому что у нас есть только несколько дней без дождей. Вчера был дождик. Вот эту сторону мы закрыли брезентом, потому что у нас здесь уже частично сделано утепление. Вот видите, вчера я вам тоже его показывал. Соответственно, чтобы утеплитель при дожде не намок, мы решили произвести вот такую процедуру. Пленка Tavik Soft у нас практически закончилась. Как я вам вчера тоже говорил, это пленка была у заказчика, поэтому мы решили ее использовать. На остальные части фасада у нас пойдет вот такая пленка Delta Neo Vent. Я ее привез сегодня. С моей точки зрения, вот этот материал более качественный, более надежный, что ли, чем Tavik Soft. С этой стороны мы поставили леса, начали монтировать обрешетку, и в целом у нас задача такая, чтобы они сейчас снимают тот брезент, доутепляют ту сторону, потом закрывают это все пленкой и переходят на эту сторону. Если эту сторону они утеплить не успеют до конца и пленкой закрыть, то, соответственно, они будут также брезентом это закрывать. Вот такой вот небольшой каркасный дом с этой стороны тоже хочу вам показать. Вот так это все смотрится. Вот такой вот небольшой ролик. Значит, наша задача на этом каркасном доме сделать утепление дополнительное 50 миллиметров и зашить это фиброцементным сайдингом. Если мы свою задачу выполним хорошо, заказчику все понравится, то в дальнейшем мы будем полностью делать утепление этого каркаса, если договоримся, опять же, по деньгам, да, и, возможно, будем монтировать систему вентиляции. Вот так вот на сегодняшний день такие работы. В дальнейшем я буду вам показывать, как мы на этом объекте будем монтировать китрал. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Все, самое главное, не болейте, берегите себя. Все, всем пока.